Несмотря на популярность в книге «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», сделавшей попытку объяснить существенные различия между разными полами, многие женщины находят, что их врачи ведут себя так, словно сугубо женских проблем со здоровьем у женщин нет. В Торонто две исследовательницы понят, что система здравоохранения не отвечает всем потребностям женщин, решили восполнить этот пробел, предложив специальную систему, помогающую в избавлении от мигрений, лишнего веса, перепадов настроений и даже депрессии без таблеток и с учетом женского цикла. Здравствуйте, Жанна! Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте! Расскажите, по-вашему, что не учитывает существующая система здравоохранения по отношению к женщинам? Ну, она не учитывая то, что женщины и мужчины, они разные. У женщины больше гормонов и есть флуктуации, которые происходят в течение месяца, в течение жизни, каждый день. Конвенциальная медицина не учитывает это, и мы пришли к такой проблеме, которую можно назвать кризисом женского здоровья, в том, что женщины есть болезни, которые конвенциальная медицина не может помочь. Например, с какими специфическими женскими проблемами вы в вашей клинике и в вашей аппликейшн помогают справляться? Ну, одни из самых больших проблем, которые по статистике, что женщины на 60% больше подвержены депрессии, в отличие от мужчин. Каждая четвертая женщина будет диагностирована с депрессией, каждая третья женщина будет диагностирована с мигренией, каждая вторая женщина будет иметь проблемы с пищеварительной системой, и абсолютно каждая женщина в течение своей жизни будет страдать от слабости. Обычно женщины считают, что это нормально, что нету сил, это нормально. Я поговорила со своими подругами, у всех есть слабость, у всех нет сил, у всех дети, работа, но, например, такой обычный симптом – это ненормально. Оно может быть... Ну, я так понимаю, что вы работаете с какими-то проблемами, против которых, как говорят, современная традиционная наша медицина бессильна, правильно? Бессильна? Да. Не то чтобы бессильна, но просто наш подход, мы считаем, что он именно больше направлен именно на женские проблемы, в том плане, что когда мы начали работать вместе с Жанной, мы увидели то, что, ну, во-первых, большинство наших клиентов в нашей клинике – это женщины. И мы заметили то, что подавляющее большинство женщин свои ежедневные какие-то недуги, давай так их назовем, там, ну, тут голова заболела, тут вот где-то заколола, тут немножко устала, но с кем не бывает. Они не соотносят это со своим гормональным циклом. И это одна из самых больших проблем, потому что нас просто не учили с детства, медицина не учила, и даже, как бы, сама медицина на это не так смотрит, соединять наш гормональный цикл, то есть у всех у нас есть цикл, правильно? До определенного времени. Ну, он и дальше. У нас тоже, кстати, есть гормональный. Да, да. Но я не знаю, что-то. Я не знаю, что-то выражен. И в отличие от мужчин, женщины могут легко, в принципе, за этим следить. То есть мы смотрим, в каком сейчас мы находимся цикле, и мы соотносим какие-то наши ощущения. Вы помогаете справляться, ну, как бы, самые главные проблемы – это лишний вес, настроение, депрессия, фатих, то есть отсутствие сил, вот, мигрени, да? Четыре, скажем так. Не совсем так. Лишний вес, мы всегда считаем, что это бонус, потому что если твой организм работает правильно, вес не набирается, а он уходит. Усталость – это, если мы возьмем статистику, что 95% женщин придут, у них будет усталость, у них не будет сил утром, или не будет сил вечером, или не будет сил в конце месяца, или в середине месяца. Мигрени испытывает практически каждая женщина, как бы, и есть здесь цикличность и зависимость, это может быть перед месячной, эвакуляции и так далее. Очень часто женщины не обращают, когда это происходит. Также к нам в клинику приходят женщины с медицинскими проблемами, например, как диабет, холестерол, ОБС, проблемы с кишечником, которые конденциальная медицина не может помочь. Обычно в таких случаях выписывают или антидепрессанты, или гормонную терапию, или если это более серьезная проблема, то просто вырезаются репродакции в органы у женщины. Мы не считаем и знаем, что есть возможность помочь себе, что это не решение всей антидепрессианты, у которых очень много побочных эффектов, которые приводят к весу, гормональному дисбалансу, и лист очень длинный. Мы считаем, что мы можем помочь себе, если мы понимаем, как работает наш организм, как меняются наши гормоны, что это такое, как мы можем себя подпитать, как мы можем поддержать. Наше тело – это биологические роботы. Мы не знаем, какой процесс происходит у нас внутри. Например, разговаривая сейчас, у меня точно меняется мой гормональный фон, потому что я не хочу вам рассказать больше, мой кортизол поднимается, но я не могу его регулировать. Но я могу его поддержать, если я буду понимать, что происходит, если я буду правильно подпитывать, то я себя буду лучше чувствовать. И я была жертвой… Ага, видна вашего подхода, как я понимаю, это прислушиваться к организму и пытаться какими-то не совсем медикаментозными методами регулировать… Но, с другой стороны, вы говорите про гормоны. Как регулируются гормоны? Ну, как регулируются гормоны? Что такое гормон? Да, очень многие называют слово гормоны, не знают. Гормоны – это мессенджеры, текст-мессенджеры, которые говорят нашему телу, что делать. Например, инсулин – это гормон, который говорит нашим клеткам «откройте двери и возьмите сахар вовнутрь». Например, кортизол – это гормон, говорит, что мы сейчас нервничаем, нам нужно бежать, нам нужно защищать себя. Есть женские гормоны и мужские гормоны, которые называют комменциальной медициной, но они есть у мужчин и женщин, просто в разном количестве. Например, тестостерон, эстраджен и протестерон, в которых секс-гормоны, есть и у мужчин и женщин. Об этом не все мужчины знают и не все женщины знают. Эстраджен – это гормон, который отвечает за сексуальную активность, то есть он высокий в начале цикла, когда женщина должна найти себе партнера. Протестерон – это гормон, который ответственный за эволюцию и репродакцию в системе, когда женщина должна быть спокойная, потому что она должна защищать своего ребенка и вносить его внутри. Поэтому гормоны меняются, и меняется твое настроение. То есть, например, вначале женщина более агрессивная, она больше и лучше думает, она следит, что происходит вокруг, когда завышенный эстраджен, когда он понижается, поднимается протестерон, женщина более уставшая, ей хочется отдохнуть, ей хочется полежать, ее все раздражать, потому что она сконцентрирована на самой себе. То есть в тот момент, когда женщина понимает, что происходит с ней в течение месяца, она может себя регулировать. Понятно. Я знаю, что, Жанна, вы помогли одной женщине, которой посоветовали избегать гречку. Я просто даю какой-то пример, чтобы у нее ушли, условно говоря, мигрени. Правильно? Было такое? Я прав? Было. Вот вы можете еще какие-то примеры, Ольга, тоже привести какие-то, один-два примеры, которыми вы гордитесь, ну, или какие-то самые показательные. Проблема, решение? Ну, могу привести себя к примеру. Я была тоже жертвой, скажем, назовем это так, жертвой конвенциальной медицины. 15 лет назад я была диагностирована с полицистиковой синдром, что это гормональный дисбаланс, с которого мои гормоны, репродакция гормонной не работает как нужно. Я была диагностирована с диабетом, и я была диагностирована с атритом. Я так понимаю, все ушло, да? А? Все ушло, я так понимаю. Все ушло. Конвенциальная медицина предложила мне сесть на инсулин, но так как я занималась научными исследованиями больше 15 лет, я решила, а почему бы мне не поэкспериментировать на самой себе? Вот. И я начала изучать, как работает твой организм, как работает твоя гормона. Экспериментировать. Я так понимаю, что очень многое у вас, одно из решений, это изменение в продуктах питания, да? То есть вы говорите там... Да. Я знаю еще один пример. Проблема с бессонницей. Вы посмотрели, предложили человеку, вашему пациенту, перед сном есть банан. И сразу стал высыпаться человек. Правильно? Я правильно понимаю? Правильно. Мы смотрим на продукты, как строительные материалы. То есть какому-то организму не хватает каких-то строительных материалов, какому-то организму, наоборот, мешает. Например, в примере банана, когда вот человека ночью, у женщины, у мужчины падает сахар, то он просыпается ночью. Почему? Потому что организм падает сахар. Для организма это стресс. Поднимается крыльцезол. Ты просыпаешься ночью, не понимаешь, что происходит. Вспоминаешь, что ты вчера поругался со своим начальником, мужем, партнерам и так далее. Ты начинаешь спать, а ты не можешь прийти в себя. А на самом деле, все, что нужно, организм дал тебе сигнал, разбудил и сказал, найди мне что-то сладкое и положи меня обратно спать. А мы это неправильно не умеем считать. Это мы не умеем считать. Поэтому, если человек съедает банан перед сном, банан расщепляется очень медленно на сахар. То есть, в принципе, за 8 часов тебе достаточно сахара, который будет поддерживать твой организм, но ты не будешь засыпаться ночью. То есть, очень простая вещь. Каждый должен теперь перед сном есть банан. Да, это то, что я хотела сказать. Это то, что я хотела сказать. То, что вот эти вот примеры, о которых мы сейчас говорим, что касается и гречки, что касается и банана, это все сугубо индивидуальные моменты. Это не значит, что теперь все люди, которые нас смотрят и страдают от головных болей, поняли, что вот оно оказывается, в чем проблема, я должен прекратить есть гречку. Это немножко не так работает, это намного важнее. И вот те выводы, которые мы сейчас дали, мы к этим выводам в клинике пришли путем долгой работы с пациентом. Естественно, в первую очередь, что нам нужно в клинике, это желание наших клиентов помочь себе самому. И мы помогаем и учим, как он может, как человек может помочь себе сам, по большому счету. Понятно. Но при этом я знаю, что консультацию у вас можно получить лично в вашей клинике, которая в приграде Торонто расположена, а также получать советы через специальное приложение, которое вы создали. Расскажите про приложение. Совершенно верно. Как бы у нас одна из наших встреч, в общем, закончилась тем, что мы с Жанной вдвоем поняли, что как плохо, что мы лимитированы и не можем помочь как можно большим людям. Да, потому что, естественно, когда ты видишь результат своей работы, когда Жанна видит результат своей работы, когда я вижу результат, какие отзывы оставляют нам наши клиенты и как это действительно меняет их жизнь к лучшему, ты хочешь как бы как можно больше людей осчастливить. Мы думали и решили, что одним из наших таких начальных шагов это создание приложения. Наше приложение называется Бумс, так же, как наша клиника. И это как бы первый шаг в том, что мы учим женщин помогать себе. Наше приложение, оно рассчитано только на женщин. И в зависимости от цикла женского, приложение дает определенные, в зависимости от проблем, которые ты хочешь решить каким-то образом, приложение дает тебе советы. То есть все-таки у вас это все-таки немножко, вы это как бы автоматизировали и собрали вместе ваше знание, ваш опыт и упаковали это в виде вот этого приложения, которое автоматически автоматизировало. Приложение полностью основывается на методике Жанны, на опыте работы с настоящими клиентами. Но точно так же, то есть насколько больше ты будешь давать приложению, настолько больше и релевантнее оно будет тебе давать совет. То есть это своего рода AI в действии, модное слово. Искусственный интеллект. Да, да, да. О, интеллект, я так понимаю, все-таки ваш частично, не только искусственный. Ну, если как бы он учится, у каждого, каждый человек индивидуально, у каждой женщины свой гормональный баланс. То есть мои гормоны будут отличаться от Оли, если к нам придут клиенты, каждой женщины индивидуально. И чтобы понять свой гормональный баланс, нужно понимать, что говорит тебе организм. Поэтому если женщина будет вносить симптомы каждый день, то через 3 месяца программа научится, и она будет понимать и предикт, что происходит с женщиной. Также у нас есть рекомендации по симптомам, например, усталость, лоу-либида, мигрени, проблемы с кишечником и так далее. Рекомендации будут индивидуальные, которые будут меняться в зависимости гормонального цикла, который делится на 4 части. И через несколько месяцев она будет понимать личный гормональный цикл и флуктуации женщины. И таким образом она будет персональная. То есть это наше знание и женский, и персональный баланс. И наши клиенты и прошлые, и настоящие с удовольствием пользуются аппликацией на ежедневной основе. И одна из их самых любимых фичер это как раз-таки рецепты. Понятно. Спасибо вам большое. Очень интересно. Спасибо. Спасибо.